Сделать перекресток безопаснее уже не просят, а требуют жители Абакана. Два дня назад в результате столкновения автомобиля на пересечении улиц Таштыбска и Котовского погиб случайный прохожий. Ранее люди уже жаловались в полицию и администрацию на высокую аварийность участка, но только сейчас их услышали. Что изменится, расскажет Наталья Гармашова. Это происшествие надолго запомнится очевидцам и своей стремительностью, и масштабами, и последствиями. ДТП закончилось гибелью человека, можно сказать, случайного прохожего, 67-летнего мужчины. 6 апреля, возвращаясь домой, припарковал машину неподалеку от перекрестка Таштыбска и Котовского. И подошел к сидящей на скамейке Дине Васильевне. Оказывается, он в вылезнодорожной больнице работал с моим дедом и с моим братом, и пришел узнать. И вот тут стоял, и его машиной передавило к солдуму. Вот оттуда летел один. А этот правильно ехал. Эта машина вот его передавила, а вторая машина как раз вернулась, вот колесо. И меня колесом зацепило лавочку и перевернуло. Удар был такой силы, что не только подкинула скамейку, которая, вероятно, и спасла жизнь женщине, но и буквально срубила бетонный стол, поскорежив металлическую арматуру. Начался пожар. Очевидцы говорят, что здесь машин никаких не было. То есть он мог повернуть направо резко руль, но он же прекрасно видел, что он летел на людей. А теперь он звонит и говорит, ну это стечение обстоятельств. Мужчине, которого сейчас на этапе расследования считают подозреваемым, 59 лет. По словам очевидцев и по версии инспекторов, он управлял машиной Хонда, ехал по второстепенной дороге, то есть по улице Котовского. Тойота, в которой находились 30-летний водитель и 40-летний пассажир, двигалась по главной, Таштыбской. Хонда Тойоту почему-то не пропустила. Произошло столкновение. Статус дорог здесь, как и положено, определяют специальные знаки, однако люди считают, что установлены они слишком близко друг от друга. Да и качество некоторых указателей оставляет желать лучшего. Там знак главная дорога, человек выезжает, набирает скорость, а здесь ему резко тормозить надо. Естественно, может кто-то успевает, кто не успевает. Вот в результате вот что и произошло. Они по Котовской несутся и они не уступают. Они не видят ни знаков, ни уступить дорогу, ничего. Здесь просто скорость. Лежачий полицейский здесь необходим, потому что здесь каждое утро очень много детей ходит. То есть здесь школьная тропа, они начиная с магазина Майя и идут до самой школы. Между тем и в администрации, города и в полиции нарушений в размещении знаков не видят. Однако этот участок официально считается очагом аварийности. Поэтому вопрос безопасности движения здесь намерены начать решать уже в апреле. В прошлом году здесь произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека пострадали. С начала этого года здесь уже произошло 3 дорожно-транспортных происшествия и один человек, к сожалению, погиб. На данном перекрестке будет ограничена скорость до 40 км в час. Кроме того, мы сейчас рассматриваем предложение госавтоинспекции. Они предлагают со стороны второстепенной дороги установить знак «Стоп», то есть проезд без остановки запрещен. Знак «Стоп» предполагает исключение знака «Уступи дорогу», то есть его демонтируют. Кроме того, в планах дорожников оборудование перекрёстка искусственными неровностями. Работать изначально планировались на будущий год, но сейчас прорабатывается вопрос о переносе их на ближайший май. Хотя окончательное решение в администрации ещё не принято. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Антон Вожилов, Вести Хакасия.